И в этом, безусловно, заслуга и транспортников столицы, и госавтоинспекции. По совершенствованию организации дорожного движения в Москве проводится сейчас большая работа. Но и здесь еще проблема транспорта и дисциплина не снята, как говорится, с повестки дня. О транспорте, играющем особую роль в таком обширном государстве, как наше, говорилось в Кремле на юбилейном торжественном заседании. В своем докладе Юрий Владимирович Андропов, он очень жестко поставил, можно сказать, вопрос о транспорте. Надо улучшить движение транспорта, усовершенствовать погрузку, разгрузку и сохранность транспорта. Николай Михайлович Рабов работает на московском автокомбинате номер 16. За 30 лет работы здесь не допустил ни одного нарушения правил движения. Не потому ли всегда он выполняет план? И всегда, не только на дороге, дисциплинирован, ценит рабочее время. Стоит прислушаться к его словам, товарищи водители. В городе Москве установлена скорость вот 60 километров. А смотришь, а тебя обгоняют уже километров 70-80. Как он не выжимал бы скорость большую, все равно я его достигаю. В городе Москве это невозможно обогнать вот, значит, какими-то такими лихаческими путями. Или бессмысленно лихаческими путями. Бессмысленно. Обязательно я его настигну на следующем светофоре. Рядность нарушает движение. А рядность тоже самое главное. Ведь у нас вот бывают такие дорожные происшествия. А он занял самый крайний левый ряд и едет, мешает. А идет скорая или пожарная машина, значит, пропустить надо. Николай Михайлович, ну и подытоживая нашу короткую беседу, вот какая у вас, вот как у водителя, от лица ваших товарищей, есть просьба к ГАИ? Ну, я бы считал, конечно, к нарушителям правил дорожного движения надо подходить более жестче. Не жалеть. Сейчас я просто с такой злобой на этих водителей смотрю, чтобы они вот не нарушали эти правила дорожного движения. С этим интервью водителя Николая Михайловича Шарапова мы познакомили начальника ГАИ города Москвы Алексея Петровича Ноздрякова. Что вы скажете по этому поводу, Алексей Петрович? Прав, Николай Михайлович. Действительно, нам часто приходится бывать на рабочих собраниях, в коллективах водителей, где живо проходит обсуждение выполнения плана, и как вытекающие отсюда проблемы, это проблемы транспортной трудовой дисциплины. Конечно, мы понимаем, что у нас многие тысячи и тысячи водителей работают без аварий, строго следуют дорожным правилам, это помогает им выполнять план. В то же время мы понимаем, что у нас есть часть водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения, или даже не грубо, а сознательно нарушают правила движения. Именно на пресечение этих грубых нарушений правил дорожного движения направлены усилия нашей службы. Я думаю, что это гуманные задачи, которые мы будем решать вместе с нашими лучшими водителями Москвы. Будем наводить порядок на наших дорогах. Можно сказать так, что дисциплина вождения является как бы составной частью общественной дисциплины, и трудовой, естественно. Совершенно правильно вы говорите, потому что транспортная дисциплина и трудовая дисциплина – это понятие единое. И должно оно, это понятие, стать строгой нормой жизни и на производстве, и на транспорте, и на дороге. В Свердловском зале Кремля состоялось...